Здравствуйте, дорогие друзья! Информационный блог от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Я, пастор Царь Крамен Цыганюк, очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Несколько слов, как всегда, о планах жизни и служениях нашей общины. В эту субботу нас проповедует пастор Александр Гончевский. Я уверен, это будет особенная весть от Бога к нашим с вами сердцам, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой использовал его особенным образом. Ну, а вечером уже в 6.30 мы вновь приглашаем вас на молодежное служение Глоу. Так что не пропустите ни одно из этих служений. Напоминаем, что в нашей библиотеке есть миссионерские книги «Путь ко Христу и Великая Борьба». Пускай весь Евангелие распространяется как можно дальше. Дарите эти книги вашим друзьям, знакомым, соседям на работе, чтобы еще много людей могли принять нашего Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Хочу также напомнить, что в воскресенье наши следопыты едут на велопробег, так называемый «Байкатон», который организовывает конференция. Интересное мероприятие. Пришлось не побывать на таком прошлом году. Я желаю нашим следопытам всего самого наилучшего, успехов, чтобы они смогли проехать как можно больше миль. Но хочу напомнить всем членам церкви, что еще в эту субботу они смогут подойти к вам и попросить, чтобы вы стали их спонсорами. За каждую милю они просят, чтобы спонсор платил какую-то денежку или, в общем, за участие в велопробеге. Они собирают, тоже напомню, они собирают средства для того, чтобы иметь возможность поехать в этом году на всемирный съезд следопытов. Так что это благородное дело. Пожалуйста, поддерживайте их, если они к вам обращаются. Хочу также напомнить, что в понедельник у нас будет очередная встреча Совета Церкви. Если у вас есть какие-то вопросы, с которыми вы бы хотели обратиться к Совету, пожалуйста, скажите об этом мне или пастору Александру, или пресс-фитерам, или любому из членов Совета. Но скажите об этом заранее, чтобы мы могли подготовить этот вопрос для рассмотрения в повестке дня. 27 апреля, это будет суббота, в 6 часов вечера у нас будет особенный музыкальный вечер под названием «Агнец Божий». Хотелось бы заранее вам об этом сказать, чтобы вы спланировали ваши поездки таким образом, чтобы в эту субботу вы были тут у нас на месте. Это будет очень красивый концерт, и мы бы очень хотели, чтобы он своего рода был тоже таким миссионерским проектом. Поэтому, пожалуйста, вместе с собой приводите ваших друзей, знакомых, соседей, сотрудников, коллег по работе, одноклассников, одногруппников, всех, кого вы только можете пригласить, приглашайте на этот особенный вечер и концертную программу. Тоже еще одно интересное объявление. Геннадий Ищук готов отдать бесплатно грузовой автобус. Тут вы увидите фотографию. Если вас интересует это предложение, то звоните ему по телефону 916-384-5225. Ну и, конечно же, хотим напомнить, что у нас открыт фонд для реконструкции нашего молитвенного дома. В начале следующего года мы бы хотели начать реализовывать этот проект. Поэтому, если Бог положит вам на сердце, я очень надеюсь, что Он положит вам на сердце, потому что это наш общий проект. Это церковь, в которой мы приходим на богослужение, где мы проводим разные программы, где растут наши дети, молодежь, и где учатся понимать и принимать Господа своим Спасителем. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте нас в этом проекте. Хочу также напомнить, что мы продолжаем молиться за Ларису Подоляка, за Нилу Самуляк, в этот список добавили в прошлую субботу Олега Колбача. Молитесь, пожалуйста, за их здоровье, чтобы Бог их укреплял и поддерживал. Конечно же, мы не перестаем молиться о том, чтобы мир наступил в Украине, на Ближнем Востоке, но понимаем, что в конце, об этом я тоже говорил не раз, что в конце концов мир придет полностью только тогда, когда Христос вернется на эту землю. Поэтому давайте молиться о том, чтобы Христос как можно скорее вернулся, и все эти беды, горе, несчастье, они в конце концов закончились. Итак, текст на сегодня, который хотел бы вам прочитать, это Псалом 133. Благословите Господа все слуги Господни, стоящие ночью в доме Господнем. Вознесите руки свои в святилище и благословите Господа. Господь, сотворивший небо и землю, да благословит тебя Сиона. Интересный текст. С одной стороны, он призывает нас благословлять Господа. С другой стороны, он благословляет нас словами, чтобы Бог благословил нас Сиона. Вот такой круг благословений. И я уверен, что тот стих из Библии, который говорит, что человек сеет, то он и пожнет, он точно сработает и в этом плане. То есть, если мы будем благословлять тех, кто вокруг нас, если мы будем благословлять Господа нашего, то эти благословения вернутся и в нашу с вами жизнь. Поэтому благословения вам, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. До встречи на наших служениях уже в эту субботу. Всего вам хорошего.